О своем боевом пути, но я скажу только о Кенигсберге, поскольку сегодня тема именно эта. Кенигсберг действительно цитадель кемицкого милитаризма. Именно с Кенигсберга, с Восточной Пруссии, кевтонские лицари начинали наступать до Польши, на русские земли. И в 1939 году выступили против Польши, а в 1941 году подошли к Ленинграду, именно из Восточной Пруссии. Восточная Пруссия – это сильный укрепленный район. И Кенигсберг – это крепость неприступная, Гитлер считал, что ее никак не можем взять ни в коем случае. 24 форта вокруг Кенигсберга, громадные форты, которые окружали город для обороны, и много укрепленных полевых районов. Турм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 года. До этого вообще была большая подготовительная работа всего. Восточно-прусская операция продолжалась 103 дня. 6 апреля мы начали штурмовать Кенигсберг. Это был сплошной ад в небе, с моря, на суше. Непрерывные бои шли с немецкими фашистскими захватчиками. Значит, сорвовали мы 6-го, 7-го, 8-го. До этого 4-дневный был бомбежкой, усиленной крупнокалиберными орудиями. Разрушение специально для города Кенигсберга. Ну, думали, что после самолетов, более 500 самолетов, сбросили более 3,5 тысячи больших крупнокалиберных бомб на Кенигсберг. Думали, что там уже будет все в раю, в руинах. Но на самом деле, когда дальше поднимались в атаку, то немцы, словно призраки, вырастали из земли и поливали нас свинцовым огнем. Это был ужасный мир. 9-го числа комендант крепости города Кенигсберга, Ота Лаш, значит, понял сопротивление бесполезно. И, значит, выступил, поранил Кенигсбергу о том, чтобы прекратить сопротивление и сдаваться вредом. Значит, 92 тысячи солдат и офицеры в немецкой армии вместе с ним сдались в пред Гитлер. Узнал об этом, приговорил Ота Лаша к смертной казни заочно. Но он избежал эту смертную казнь, поскольку оказался вместе с преднами в Иркутинских лагерях и был до 1955 года. А умер в войне в 1971 году. Кенигсберг – это город, который пролит большой кровью наших солдат и немецких солдат. Погибло потери немцев составили 220 тысяч человек. Потери наших войск – 200 тысяч человек. И более 500 тысяч было раненых наших бойцов. Надо сказать, что в борьбе за Кенигсберг на подступах города Кенигсберга мы понесли большие утраты. 18 февраля 1945 года погиб. Значит, был тяжело ранен командующий нашим тентем Белорусским фронтом Иван Данилович Черняховский в районе города Мерезак. И, значит, он был тяжело ранен и в этот же день скончался. Под Кенигсбергом уже 14 апреля, после взятия Кенигсберга, погиб герой Советского Союза Александр Господимьянский. Брат Зоя Господимьянский, который был командир самоходного артиллерийской установки, он геройски сражался со своей установкой, прорвал брешь в одном из фортов и за ним вместе с другими частями взял в плен 300 человек немцев, 9 танков, склад с горючим. Значит, ему постерпно присвоено звание Героя Советского Союза. Тяжелые утраты были наших войск под Кенигсбергом. Значит, но надо сказать, что Кенигсберг сейчас город наш и Калининградская область служит нашему советскому бывшему, сейчас нашему русскому народу. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова